Смотрите, какая красота у нас сегодня. 14 апреля 2024 года. Идет дождь. Такая погода шикарная. Сейчас жалко, лодочка проехала, волну не сняла, не успела. Там попросили фото и видео на память. Сфотографировалась день рождения, люди отмечают. О, пойдем-ка туда дойдем, сейчас посмотрим, какой вид оттуда. Разлив какой сильный все-таки. Но не такой, как бывает обычно. Обычно вода доходит прямо вот сюда, до этих плиточек. Прямо вода бывает доходит, да? И даже за плиточки. Ну, в общем, сегодня вода, я смотрю, она в таком уровне, что она пошла, по-моему, даже вниз. На спад пошла река. Может, еще впереди основной разлив, мы не знаем. Так, вот. Рыбку кто-то там ловит. Короче, вот такая красотень. Это ж вот насыпали, чтобы построить. И дальше будут, наверное, дальше, дальше будут бесконечно вот эти бани. Вот эти вот. Они будут строиться. Это уже седьмая баня, номер семь баня. Бани красивые, вообще шикарные. Невероятная архитектура, такая красивая. Как я люблю бревенчатое все. Просто обожаю домики бревенчатые. Наша красота какая. Красота, просто красота. Лавки какие красивые. Лавка какая красивая. Как все красиво. Гляньте, какая лавка свежая. Еще не покрытая, наверное, лаком никаким. Или уже покрытая. По-моему, свежая лавка просто. Дерево. Дерево чистое. Гляньте, какая красотень. Боже, дерево это вообще магия какая-то от дерева исходит. Тепло. Вот тепло такое домашнего очага. Да, хорошо деревянную избу иметь бы свою. И желательно на берегу реки вот так. Представляете? Выходите вы утром. У вас тенечки поют. У вас такая красота. И вы в этой красоте пребываете. Это же просто красота невероятная. И вы такая волшебная. Вы такая, знаете, вы можете быть вообще воздушная. Какая-то одежда на вас может быть такая, знаете, утренней росы. Цвета утренней росы такая. И вы такая вот просто вот такая необыкновенная. Выходите. И такая десняночка. Я-то сейчас одета вот так вот все-таки. Знаете, так можно сказать театрально, да? И как бы по-мерски так. А представляете, я тут в такой избушечке выхожу. Из такого домишка. Вот такая выхожу. Сейчас я покажу вам даже, как я выйду отсюда. Вот. Вот такая вот красавица. Как будто это мой домик. Как мы в детстве играли в домик, да? Вот. Кто-кто в домике живет, кто-кто в невысоком живет. Но здесь домики высокие, красивые. Домики такие знатные, стадные. И вот такая выхожу, как будто я... Вот мечтаю, что у меня такой домик будет. Однажды. Вот я верю, что у меня однажды дом будет. Такие фонари будут у меня на домике. И такие вот ступенечки. И будет у меня река и сад. Представляете, я выйду к реке и около реки у меня будет сад. А в саду у меня будут розы, как у феи. Знаете, вот я буду как фея такая. У меня будут розы. У меня будут персики, абрикосы. У меня будет всякая-всякая красота невероятная. Вот, в моем саду. И, конечно, бабочки, птицы, стрекозы. И я такая Лена Лето. И буду петь здравствуйте, 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 я Лена Лето. И птицы мне будут попивать. Знаем мы это, знаем мы это, мы это. И я так люблю, я люблю все это. Потому что я Лена Лето. Вот такая Лена Лето из интернета. Вот. Мечты, мечты. Говорят, мечты сбываются. Вообще надо уметь мечтать. Надо уметь, как сказать, проецировать свое, ну, может быть, будущее, которое вы хотите, да? Желаемое такое будущее. И думать о будущем в таких хороших красках. Некоторые люди думают, что нельзя загадывать. Вот я сама не любительница загадывать, да? Но мне кажется, когда ты действительно мечтаешь, то ты к этому стремишься. И, ну, каким-то образом ты этого достигаешь. Вот ты к этой цели идешь. Ты намечаешь цель себе, да? Вот. И цель эта, она осуществима в итоге. Она действительно достигаема. Вот. А если просто, знаете, так сидеть, мечтать, и говорить, ой, хорошо бы лежать на завалинке всю жизнь, на диванчике. Вот сегодня Веру Васильеву, актрису, слушаю. Гай Германики, она интервью дает. Манучи там. Ну, вот, эмпатия Манучи, да? Она разговаривает. Потом она разговаривает с другой журналисткой. Вот. И, знаете, я хотела бы сказать, что вот человек, вот, ну, все-таки же были у нее мечты. Даже в том бедном мире, где она жила, как она рассказывает, да? Мечта была ее колготки, чтобы у нее были. Не чулки, вот, да, толстые, которые у нее были. Простые, обычные. Как мне это знакомо? Я тоже помню, что были чулки, а колготок не было. И, в общем-то, собственно, была мечта, чтобы были колготки. Вот. И, в общем-то, собственно, и, вы знаете, из таких вот, из таких сред, из таких бедных обиталечек, как говорится, она говорит, я ушла из семьи. Девочина из бедной, вот, моя семья вышла в мир. И, собственно, она же могла просто лежать на диване, мечтать, вешать какие-нибудь картинки из газет и журналов, обклеить им всю квартиру туда, вот, свою коммунальную, да, комнатку в коммунальной квартире. Ну, и жить дальше с родителями, ждать, когда они состарятся, умрут. Ну, и она также состарится. Она рассказывала, как она подрабатывала, как она понимала, что она хочет жить хорошо. И она не просто мечтала, что она будет хорошо жить, а она все делала для того, чтобы хорошо жить. И поэтому, вот, конечно, я вот тоже делаю все, чтобы жить хорошо, чтобы вот то, что я говорила, хочу, 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 не было бы просто хочу, да, а вот и воплощением мечты это было бы. И, собственно, я вот, ну, и всех так вот вас вот, как бы настраиваю на такую волну, может быть, да, позитива такого вот если даже вы не родились золотой ложкой во рту а вот просто родились там небольшой квартирки в небольшом домишке вот обязательно вам будет удача если вы будете или чем-то заниматься с детства что-то там развивать все дары и таланты которые бог дал сами к себе будете в день ну как наблюдательный бдительно говорю бдительность это другое вот эта осторожность а наблюдательный будете да сами будете изучать что же вам нравится не то что родители будут вам постоянно спину толкать и гадите музыкалку и художку а вы не хотите то есть вот кто-то из дерева вырезает красиво с детства и как бы все замечают так это же талант а мама или папа отмахиваться до талант куда он этот талант но если у вас что-то есть такое то и занимайтесь даже никто не знает во что-то потом выльется вот есть люди занимаются заниматься я все время рисовала пела и в общем то собственно вот пожалуйста вот результат все годы на кто вас одевает сама я и художник модель я рисовала девушек красивых всегда с длинными такими волосами эти мечта моя вот была у меня были такие роскошные длинные волосы мечта сбылась вот я такая красивая я хочу вам сказать это было еще что жизнь она настолько многогранна настолько сильна эта жизнь своими как говорится проявлениями в любом в любом в любом свойстве в любом качестве и конечно в общем даже если в так обстоятельства складываться что вы под гнетом чего-то находите под каким-то спудом ну все равно вы прорастете как понимаете цветок сквозь асфальт если у вас есть это желание вы добьетесь многого вы как говорится цой пел да нет не остаться в этой траве да вот не останетесь в этой траве у вас будут шелковые травы жизни и радостно если вы будете трудиться мамочка моя дочечка учить детей трудиться всю жизнь мамочка мне гола учить детей трудиться меня научили трудиться я научила трудиться в общем-то и вы учите каждый своих деток учите трудиться труд может заключаться в чем-то вот что казалось бы домашним но таким привычным вот ребенок должен выносить мусор выбирать свою постель пылесосить квартиру мыть полы и там пометать что-то делать вот прямо вот с малолетства мыть по сутку не торопитесь все это делать даже ребенка сделает он ничего с ними случится плохого он труд облагораживает и труд из как говорили из обезьяны сделал человека на вот ну так что пусть трудятся и пусть не бояться и вы не бойтесь свою детятка бедная нагрузить перегрузить какими-то заботами хлопотами вот и конечно же должен быть и спорт должна быть и музыка все это должно быть но как говорится не в ущерб развитию знаете нравственному личности потому что порой вырастают дети с многими талантами и родители говорят кого что такой гаиз да кажется так вырос такой ну вот вырос потому что культивировать столько занятия там удовольствиями какими-то да ну там либо музыкой либо пением либо там вот этим а как бы человек не считал нужным что-то делать в доме там для своей семьи даже будучи маленьким совсем и он привыкает пользоваться этим но что кто-то сделает за него кто-то там его обслужит а он будет только вот так и порой бывает вы знаете и переходит этот паразитизм потом и на образ жизни и человек впадает в самом мнение большое высокомерие в гордыню ничего хорошего с этого ничего хорошего поверьте потом человеку этому очень трудно жить поэтому я говорю как вот как она есть жизнь вот я говорю о жизни вот следующее видео моё будет о другом